Друзья, всем салют! С вами Коля Моисеенко, вы на канале Моисей. Сегодня я в дороге уже нахожусь, приехал в Пиозерский, загрузился и выдвигаюсь в обратном направлении. Самое что хреново в данный момент это пошел снег, но я-то пацан умный, потому что снег тоже давно пошел еще, когда у меня машина вазополярная шла, и резину поменяли заранее, соответственно у меня тягач полностью весь переобут, кроме прицепа, ну и взял с собой на всякий случай цепи однорядные. Приятного всем просмотра, погнали! Все, выехал, время 15 минут второго, уже проехал Тунгозеро, метет снег, как бы особо сильно, еще дорогу не заметает, то есть сцепление с трассы есть, все хорошо, асфальт еще сыроватый, то есть еще не заметает полностью снегом, но я думаю, что со второй ходкой, потому что мне надо сейчас вот ходку сделать на Мурманск, отвезти доски, и после этого, как я приеду опять сюда, я думаю, что уже будет полностью везде снег, и соответственно будет уже немножко тяжелее, чем сейчас. Все, поехал, дорогу вроде бы как бы местами более-менее отгрейдировали, успели, сильных глубоких ям нету, остались одни такие, ну как сказать, мелкие, вот, но в принципе я думаю, что более-менее будет зимняя дорога, потому что прошлой зимой они вообще ни хера не успели, и были и глубокие ямы, и каких только не было, и полная жопа была, сейчас вот вроде едешь более-менее, ну могли бы, конечно, постараться гридировать каждый день, пока вот не замерзнет и снег не пойдет, и было бы вообще огонь, красавчики, вот прям даже бы вот так вот, руку бы, пожалуй, мужикам. Привет, привет! Здравия, здорово, Коля! Как дела? Да ничего вроде. Ну там будет прямой участок, да можешь меня объезжать, я все равно не тороплюсь. Понял, я как раз поворот, пойдем так. Я, видишь, я не знаю, как на Мазе, у нас так на Вольвах начинают сразу херово заводиться, особенно в морозы. Вот на самосвале на нашем у меня у Вадима так же, он крутит, но не заводится. А потом пошел к тебе, поменял ему, раз, там нормально заводится, запускается, так все четко. Штука, дорога всегда замечательная, без всяких шагрений, автобан, можно так сказать. Ё-моё, еще легковуха едет. Не вовремя немножко, точно по левой стороне прохожу этот участок, камни торчат прямо по центру. Ну, еще повезло, еще здесь снега не нападало, поэтому и на улице плюс один показывает. Сырая погода ветряная. Надеюсь, что будет все хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует... Добрался до кейсинги, сейчас нужно сходить к Валентиновичу на погрузчик, посмотреть, что там, как у него дела, что все хорошо или нет, и потом поеду чуть попозже. Время 3 часа, 10 минут четвертую. Что, все так же, стандартно проверяем машину. Все дыхало хорошо, ничего не греется, ничего не оторвалось, колеса не открутились. Все на месте. Блядь, машина пиздец какая грязная. Не буду, приеду на выходных, скорее всего. Если удастся, придется мыться. Должно все получиться. Так, здесь вроде все нормально. Да, на скалош переходить уже на более высокую область. Притопал, батарейка опять садится. В общем, Валентинович не знаю где, но пока что схожу к директорам. Надо пообщаться. Вот. А потом уже и погрузчик найти свой. А вот и погрузчик нарисовался уже на горизонте. Сеть рулится, работает, как пчела. Здрасте! Выгружайте! Не слышат, ни хуя! Не слышат? Так надо рацию вам купить! Ходи! Хе-хе-хе-хе! Худе рацию! Это им надо рацию! Да? Ну, так я имею в виду, что это? Чтоб вы порадите! Все, переговорили. Работает дальше. Ну, я пошел к тачке. Метель поднялась какая-то. Ну, как метель? Снег херачит. Все, уже настоящая зима. На улице 0 градусов. Снег валит. Сейчас закроют все ямки. Станет скользко. Попрет контент. Время полпятого. Ну, ехать мне еще, в принципе, около, наверное, 40 километров. Или чуть больше до лоу. Дорога такая себе, конечно. Могли бы гридера и лучше выровнять перед зимой. Обогнал только что лесовоз. Ну, как, с конниками полуприцеп. Я так понимаю, с Кестинге вот баланс. Пиловочник все возит. Либо на Сигеже, либо в Петрозаводск. Неизвестно. Но валят они, конечно, хорошо по этой дороге. Совсем машины не жалеют. Либо наемные водители, либо не знаю. Ну, скорее всего, наемные, потому что обычно наемные так делают. Когда своя машина, ты ценишь труд и душу. То, что ты вкладываешь в нее, а так? Не знаю. Все, выскочил я, наконец-то. Время без 15.7 на трассу. В Ленинградку. Еду в сторону Мурманска. Во сколько приеду, точно не знаю. Но, скорее всего, к ночи. Наесть, что будет все хорошо. Погода дерьмовая. Дождина херачит. Снега нету. Но и то хорошо. Плюс два. Хоть не скользко будет сильно. Все. Гоню дальше. Решил вдруг подключиться и записать ситуацию, которая только что произошла. Только проехал пост кандалакшский, весовой. Вот. И произошла такая ситуация. Только перед отвороткой на кандалакшу первой, после поста, ехал так же, получается, за машинами попутными. Без дальнего света. Дальний как бы у меня хороший. Ближний у меня херовый. И как Бог меня отвел, что заметил человека велосипедиста. И он ехал прямо вот по полосе по правой части. Я в самый последний момент успел вырулить, чтобы его не сбить. И быстро сориентировался и сказал по рации, что едет человек. Потому что за мной тоже плотное движение шло. И могло просто раскатать его по асфальту. И всегда-всегда прошу вас, если ездите, неважно в какой там период времени, или ходите пешком по проезжей части, либо едете на велосипеде, старайтесь всегда себя помечать, чтобы вы видны были. Потому что именно вот в такой вот обстановке, как сейчас, что ливень идет, ну такая морось, когда дворники практически на полную работают, нихера не видно впереди. И может случиться все, что угодно. И как бы никто не поможет в этой ситуации абсолютно. Только вы сами можете решать за себя. Погода очень быстро меняется. Был дождь, полярные зори уже, ну в Кандалакше, а полярные зори уже снег. Сейчас со спуска спускался, очень скользко. На тормозах придерживаешь, машина просто плавает по дороге. Поэтому потихонечку парашютом придерживаю. Сильно быстро уже не поедешь, хреново. Ну, минус один на улице. Поеду потихонечку. Сейчас еду, спускаюсь на отворотке Апатитской. По дороге пока что вроде как более-менее сухо, потому что в полярных зарях был гололед. У меня вот на тормоза нажимаешь, передние колеса, аж на юз брали. Какого-то хрена надо с тормозами разбираться, потому что либо АБС не дает полностью срабатывать нормально тормозам, либо еще какая-то херня. Время без двадцати десять. Продолжаю дальше движение. До Мурманска. Сто девяносто пятьдесят три километра. Ну, если все удачно, то надеюсь, что сегодня приеду. Главное, чтобы дорожное покрытие не подвело. Всем доброго утра. Надеть резиновые перчатки. Сейчас идти ухайдокую. Всем доброго утра. Приехал на место. Сейчас буду просыпать культочки. Здорово! Рассчитай вторую сторону. Потому что покрытие не может достать с этой стороны. Блин, погода такая... Классно. Продолжение следует... Сырая. Классно. Продолжение следует... А-а-а. камера шлагбаум на левые ворота ну встанем раз сказали почему бы и нет не знаю правда я как заеду тот нормально или нет но сразу не вставать перегородил всю дорогу буду сейчас заезжать и буду смотреть прицеп мне конечно шляп на заезда да чуть-чуть хватает в общем датчик рбс с левой стороны скорее всего пробую перебить сейчас попробую поменять датчик другой и посмотреть будут подниматься или нет а потом уже будем разбираться с тормозами друзья так короче я так понял ни хера я не получилось делать датчик-то мне поменяли с левой стороны на АБС на прицепе вот не знаю как там поменяли хорошо или нет но по приезду сюда если честно у меня горела сначала одна лампочка АБС то есть тягача я так понял а теперь загорелась еще и прицепа блять какого хера и что мне сейчас с этим делать я даже не знаю короче в общем ни мосты не поднимаются ни тормоза не сделали но сказали что типа нужно устранить причину сначала в проводе вольве что типа нету массы на кран который отвечает за тормозные силы на ну АБС на прицеп на самой непосредственно вольве и тогда типа все будет работать ну не знаю посмотрю сейчас вообще хочу попробовать приехать домой когда приеду попробую подсоединить к другой вольве то есть АБС на шнур если будет все работать то соответственно как бы все нормально но я так думаю что короче какая-то все равно проблема прям серьезная в АБС есть и не дает мне нормально чтобы мосты поднимались во хрена блять знаете что самое хреново в нашей профессии когда ты вот так вот едешь за рулем вроде бы все отлично не предвещало ничего беды и попадает какая-то сука в глаз я не знаю какая мне сука в глаз попала но практически с самого Мурманска до Ленигорска она мне не давала нормально рулить пришлось остановиться попробовал достать у меня ничего не получилось терло прям такой с режущей болью вот приехал в Ленигорск поехал сначала приемный покой меня туда отправили к офтальмологу типа в регистратуре я записался пошел туда чуть ли в очереди не отстояло хорошо хоть люди меня ну впервые опустили вот и что как вы думаете закапали мне обезболивающее сел я на эту херню где там просматривают глаза и у меня нихера не нашли вообще ничего не нашли типа говорит не вижу естественно у меня пока обезболивающее вроде бы все нормально адекватно сейчас глаз не болит но не знаю на сколько его хватит будет видно посмотрим выехал с Ленигорска прописали мне какие-то мази лекарства заеду сейчас в Кандалакшу куплю и поеду дальше охереть только-только перевернулись да жесть конечно ну друзья время уже 10 минут 9 нахожусь в Кандалакше заезжал заправлялся с глазом у меня более-менее хорошо надеюсь что анестезия отошла и ничего не болит вот ну и соответственно выдвигаюсь в сторону Карелии так что-то не то включил думаю это уже третья первая оказывается что-то я уже подзабыл все в общем что я решил по поводу Вольво и прицепа в общем прицеп я приеду домой проверю за другой тягач попробую зацепить АБС кабели посмотрю поднимутся вообще мосты или не поднимутся то есть есть ли до сих пор какие-то проблемы с прицепом или нет или это только проблема в Вольве вот во-вторых закажу датчики износа колодок и датчики АБС чтобы полностью устранить тоже неполадки с АБС на Вольве также мне нужно будет устранить обрыв белого провода массового который идет на кран и после этого соответственно уже ну смотреть как она будет себя вести и работать и будут ли вообще тормоза с прицепом или нет в общем такая вот история все продолжаем маршрут надеюсь что доберусь до места сегодня может не до места может до кейстинга переночую а завтра с утреца снова в путь это видео я хочу закончить на данном этапе на данном моменте поэтому всем спасибо за просмотр кто не подписан на меня подписывайтесь обязательно а если понравилось вам видео ставьте лайк и до новых встреч пока пока